Здравствуйте, меня зовут Гадаулин Эдуард, и тема моего доклада «Упрощай и властвуй». Плюсы и минусы стандартной ликтатуры Reus. Ну, плюсы, я думаю, всем известны, так же, как и минусы, но все-таки стоит их уточнить. Во-первых, ОРМ – это, несомненно, плюс, потому что нет прямого доступа к базе данных, это радует. Ну, многие вещи базовые осваиваются очень быстро, это тоже плюс. Ну, а как бы отсюда следует сразу и минус, потому что довольно-таки маленькое количество слоев в архитектуре стандартной. Так, достаточно много магии, которая делает сложные вещи проще, но, опять же, эта магия не всегда понятна, и если ее нужно каким-то образом не вмешиваться, это, опять же, усложняет процесс. Механизм миграции на это очень радует, опять же, то, что он упрощает изменение базы данных и таблиц. Ну, и дальше слоистость на уровне RackMiddleWare, потому что, по сути, любой контроллер представляет собой RackMiddleWare, и, опять же, здесь тоже можно вмешиваться и каким-то образом реализовывать необходимые вещи. Ну, допустим, кеширование на стандарте RELOS так реализовано, это очень удобно. Из минусов. Опять же, мало слоев, о которых я уже сказал. Дальше перегруженные модели. Ну, то есть, получается так, что контроллеры у нас утончаются, а между моделями и контроллерами ничего нет. Таким образом, вся логика складывается в модели, и в них получается огромный хаос. Там бывают модели по тысяче строк, по несколько тысяч строк, и все это очень плохо. Дальше черная магия колбеков и обзерверов. Почему черная? Потому что колбеки, опять же, когда код в основном действует линейно, ну, по сути, что такое RELOS framework? У нас приступает запрос, и, по сути, весь RELOS представляет собой такой громадный регекс между, собственно, входными данными и базой данных. Вот, по сути, и все. Но если мы пытаемся делать какие-то колбеки, и у нас, получается, код неявным образом откуда-то запускается, либо обзерверы, это усложняет понимание происходящего. Ну, дерверы, по сути, те же колбеки, только в отдельный класс вынесены. Дальше черная магия RELOS engine. Ну, иногда бывают на сложные приложения, и там находится, ну, у нас состоит из довольно большого количества составных частей. Мы можем попробовать вынести часть из них, ну, скажем, какие-то админку, например, вынести в какой-то RELOS engine, его как-то отдельно поддерживать. Но это, ну, или, скажем, используют какие-то гемы, которые реализуют RELOS engine. Ну, скажем, самый яркий пример – это девайс, либо какие-нибудь админки стандартные. Это, опять же, сложно, когда у нас часть кода находится в engine, сложно в него очень вмешиваться. И при этом, как бы, у нас нет никакой гарантии, то, что он, как бы, внутри себя защищен. Ну, то есть, во-первых, сложно для изменения, и, во-вторых, ну, там приходится делать очень разнообразные и ужасные хаки для того, чтобы реализовать стандартные вещи. И я считаю то, что от большинства RELOS engine нужно отказываться, ну, проектов, по крайней мере, самописных. Их можно использовать только в начальном этапе, да и то лучше не использовать, но только в минимуме. Так, ну, тоже плохая вещь, значит, логично. Нет хороших engine. Так, перегруз фильтрами контроллеров. Ну, опять же, у нас, скажем, рекомендую в стандарте что делать. Скажем, у нас приходят какие-то данные, ну, типа, какая-нибудь модель, например, это юзер. И у нас, мы делаем какой-нибудь там VFO-фильтр, который запускает и, скажем, ищет этого юзера по ID-шнику для определенных экшенов. И это, опять же, усложняет понимание, где, типа, откуда он взялся, этот вот самый юзер. Особенно бывает так, что я встречал однажды для одного буквально сохранения ордера, там было шесть, нет, четыре коллбека, я даже не знаю, по-моему, шесть коллбеков внутри контроллера и еще где-то семь внутри моделей. И все до того, чтобы сохранить один единственный ордер. И при этом там важен был их порядок. Если их поменять местами, то ничего бы не работало. Ну, как бы с ними вот заупотребление случается очень часто. И это, опять же, усложняет понимание кода и того, что вообще происходит. Дальше глобальный хелпер. Ну, это, наверное, всем известно. Все хелперы в Rails, они инклудятся в любую из вьюшек. И таким образом метод, который ты написал, скажем, какой-нибудь там суперадмин про ордер хелпер, она, этот вот маленький метод, он будет доступен для всех других. И, естественно, если там два одинаковых метода используются, то вообще непонятно, какой из них подрубится первым. Это зависит от порядка подгрузки модулей. И это, опять же, неконтролируемо и очень плохо. Дальше. Ну, некоторые вещи, когда столкнулись с тем, что модели очень сильно разрослись, вели концерн. Ну, по сути, концерн — это не обычный, ну, миксин, только с небольшой магией для... ну, которые врубают часть методов при подгрузке, при установке ее, например. Ну, то есть, по сути, миксина. И когда вынесли часть логики из моделей, ну, или откуда бы то ни было, в какие-то бы то ни было концерны, ну, опять же, бизнес-логики, можно представить то, что какая-то логика на уровне библиотек, она необходима, то есть ее по-другому не вынесешь, скажем, если тебе необходима привязка к каким-то вещам из моделей, ну, актив-рекорд. Ну, скажем, не знаю, единственная полезная вещь, на мой взгляд, куда можно привязываться, это автор-коммит. Потому что, как ни крути, транзакционность заключается на... Ну, если мы используем, опять же, актив-рекорд не на уровне паттерна, а на уровне просто хотя бы, ну, программной реализации, то, ну, когда мы хотим какие-то, скажем, коллбеки, которые запускаются, именно, ну, что-то, что запускается автор-коммит, это необходимо. Ну, допустим, у нас была реальная ситуация, проект, скажем, есть одна часть проекта на рейсах, другая часть проекта на ноде, и, скажем, через какое-то количество действий происходит сообщение через Rabbit и оповещаются ноды о том, что какая-то модель, скажем, вновилась, либо она появилась. Так вот, ну, скажем, особенно когда она появилась, была такая ситуация, что, да, уже сообщение пришло, нода прочитала сообщение, пытается делать запрос, ну, на какое-то там, скажем, на получение этой модели, а ее еще нет, потому что транзакция не завершилась, то есть там шло много разных действий, скажем, что-то сохранилось, но при этом общая транзакция, к которой все это было обернуто, она не завершилась. Таким образом нода получает сообщение 404, типа такой штуки вообще не существует. И это нехорошо. Ну, то есть нужно, как бы, использовать автор-коммит, это полезная вещь. Так. Доступность переменных экземпляров класса в югах. Ну, опять же, если, скажем, у нас юг составная, запускается одна, потом запускается какой-то темплейт с нее, и запускается еще один темплейт, и мы, скажем, просто передаем туда непосредственно переменные экземпляры класса, то она доступна сразу во всех. И это, опять же, очень, ну, как бы усложняет проследить, где именно там что остановилось. То есть, опять же, не слишком понятно, скажем, если какая-нибудь там переменная экземпляра класса, которая была определена в контроле, используется в каком-то там далеком темплейте, ну, это очень неочевидно. Либо, допустим, неоткрытие определяет переменные экземпляры класса внутри в юг, и как-то там их изменяют. Это тоже усложняет понимание и жизнь. А, ну, дальше, рельсы не очень хороши в асинхронности, это мягко говоря, так что для этого лучше использовать какие-то отдельные сервисы. Ну, можно, конечно, прикрутить его на машину и пытаться заполнить асинхронность на уровне рельсов, но это какое-то, не знаю, это не решение проблемы, это усложнение, что ли, просто фреймворка без лишней необходимости. Дальше. Ну, по крайней мере, так было до недавнего времени, сейчас несколько улучшили этот момент. Допустим, в последней версии рельсов, наверное, известно, добавили здесь фреймкей в миграциях, это радует. Но вот, опять же, до этого не слишком дружило с DB-констраинтами. Ну, и вообще считалось то, что не слишком хорошо использовать различные констраинты, те же фреймкей, по той простой причине, что, типа, они усложняют, неоткрывая вещи, которые в рельсах приняты. Например, племортная ассоциация. Ну, я за то, чтобы отказываться от племортной ассоциации тоже. Ну, и вот перебор, стаблевархизм на уровне базы данных. Опять же, следующее, они взаимосвязаны с предыдущим. Так, ну, общая идея, во-первых, за что я выступаю в первую очередь. Ну, как бы, в принципе, порядок, думаю, важен, но все-таки, ну, важен, но они, как бы, некоторые вещи почти что равны. Скажем, линейность выполнения хода и явный вызов всех действий. Это, я считаю, в первую очередь, потому что, как бы там все остальное не испортили, даже если там написать всю логику в контроллере, она будет типа последовательной. Это будет гораздо проще дочитания, чем логика, где кругом какие-то страшные коллбеки, которые вызываются каким-то неявным образом, откуда-то не возьмись. Гораздо проще проследить даже за ужасным, но линейным кодом, чем за типа как коротким, но наполненным различными случайными вызовами. Дальше транзакционность всех изменений. Ну, здесь, в принципе, все понятно, потому что, если мы не оборачиваем транзакцию, у нас одна модель могла сохраниться, другая не сохранится. Таким образом мы получили, ну, неконсистентную структуру базы данных, просто из-за, о какой, скажем, случайной ошибки из-за бага. У нас была в проекте одна ситуация, что того, что у нас не было констрейнтов, опять же, на взаимосвязанность модели и изменения происходили транзакционно, из, ну, там одна из основных моделей, она называлась «гест-лист». Ну, там делали как бы систему для ночных клубов, там, получается, были резервации различных столиков и гест-листы. Ну, это как бы список приглашенных лиц. Так вот, из примерно тысячи гест-листов, которые были на момент, когда просто мы обнаружили это, из них было 700, которые не имели, как бы, имели невалидные связи. Это всплыло, и как бы это даже не восстановить, по сути, было. Ну, там, часть восстановили, но, опять же, хорошо, что проект запускался только в одном ночном клубе, и они особо их не использовали. А так было бы печально. Так, констрейнт и валидация сразу на все, что можно, парень-кейс, валидация индекса уникальности и так далее. Ну, обычно бывает, как создадут, скажем, модель, потом, скажем, добавим и изменим ее. Нет, лучше всего сразу писать стандартные вещи, даже проверку на то, что там, скажем, презент, а то, что, ну, false делать сразу, как только это возможно. То есть создали модель, сразу поняли то, что там невозможно, скажем, есть три возможных статуса, и никогда там четвертый не появится. Так сразу били на уровне базы данных, то, что четвертый никогда не появится. Ну, если, конечно, есть вероятность, что появится, то не надо бивать этот констрейн. Ну, то есть просто проверка на дурака, она очень важна, даже если, как бы, кажется, что ничего плохого не будет. Ну, индексы уникальности очень необходимы, потому что без них обычная валидация уникальности, они могут иногда не прокатить. В том числе, что создаться неуникальные модели, если слишком быстро пошли запросы на создание одного и того же. Так. Минификация функций приложения, вынесение всего лишнего в другие приложения, логеры, идентификаторы и другая различная синхронность. Ну, то есть как бы мы не хотели, стремились к тому, чтобы у нас приложение было модульным, ну, по сути, в общем случае, это невозможно. То есть в любом случае, ну, к тому, что хотя бы ни один человек разрабатывает приложение, кто-то там может, скажем, где-то заюзать какую-то вещь, которая там должна быть, и таким образом нарушить модульность и изолированность каких-то классов. Ну, то есть единственный способ более-менее достоверно, ну, надежно изолировать различные участки приложения, это вынести их в отдельное приложение и придумать какой-то протокол между связи, между ними. Ну, все. Зависимость количества уровня абстракции, например, на области приложения. Так, ну, неоткры люди считают, что нужно именно придерживаться определенного количества уровня абстракции, скажем, везде, скажем, было, чтобы у нас 4 слоя, или, допустим, 3 слоя, и не придумывать дополнительные слои абстракции. Ну, то есть либо если придумать, вводите сразу везде, то есть на уровне, ну, как бы придумать собственный framework. Я, на самом деле, считаю то, что, ну, есть части приложения, где это, конечно, необходимо, но в нашем приложении, в принципе, достаточно, вот мы используем различные количества уровней абстракции. Скажем, в одном месте там их 3, в другом их 4, где-то, допустим, может быть, 5, там где какая-то более сложная предметная область. Ну, естественно, как бы это изолировано на уровне счастья приложения. То есть они не случайно, они возникают, но все-таки, ну, я не считаю, что такая есть большая необходимость в том, чтобы количество уровней абстракции было всегда строгое. Ну, скажем, не знаю, если вам нужны какие-нибудь репозитории в каком-то месте, ну, скажем, вот то, что модель, какая-то модель предметной области, имею в виду некий предкорд модель, она, скажем, имеет ссылки сразу на какие-то две таблицы, то такое, ну, сделайте, реализовывайте это. Если нет в этом необходимости, как бы незачем предусматривать везде этот промежуточный уровень. Вот. Ну, то есть возникает проблема, ее нужно решать. Незачем. Ну, то есть ее именно нужно сразу решать, а не откладывать это. Но при этом не стоит решать проблемы до их возникновения. Постараться отказаться от Rails Engine внутри положения. То есть когда у нас есть большой соблазн вынести какую-нибудь админку в Rails Engine, это делать, ну, не стоит, потому что лучше подумывать над какими-то отдельными сервисами, как-то реализовать их взаимодействие, чем выносить что-то в какие-то гемы. Ну, то есть гемы можно, конечно, выносить в какие-то общие библиотеки. Мы написали, скажем, какую-то там библиотечку, которая, скажем, реализовывает взаимосвязь с каким-нибудь там отдельным сервисом. Ну, какой-нибудь, не знаю, MailChimp, например. Ну, у них своя есть, но мало ли, мы захотели написать лучше. Так, ну, можно ее вынести в библиотеку, потому что она изолирована. Если мы что-то делаем, то, что касается бизнес-логики неизолированной, то делать, выносить его в какой-то гем, это, ну, как бы себе просто вредит. Потому что, когда будешь смотреть код, ну, можно, конечно, сразу просматривать глубь классов, но не всегда это удобно. Так, не злоупотребляйся при мордной ассоциации, но это, об этом я уже сказал. Дальше, сингл-риспособилис и принципу. Ну, как бы это тоже очень важно. Желательно, чтобы у нас классы были небольшие, отвечали за какие-то конкретные вещи. Ну, по сути, сделали какие-то тамарные вещи. Но, опять же, я считаю, что предыдущие пункты, они важнее, чем как бы везде придерживаются SRP. Ну, SRP это хорошо, но вот все, что выше, оно важнее. Ну, опять же, open-closed принципу. То есть, наши классы должны быть легки до переиспользования, но при этом сложны до… Ну, то есть, не стоит их часто менять. Вот. Ну, опять же, я считаю то, что вот open-closed принципу, он лучше всего соблюдается только в том случае, если мы действительно выносим, ну, либо это будут какие-то библиотечки для каких-то конкретных вещей, либо если будут какие-то отдельные, действительно, сервисы, когда, действительно, ты будешь комбинировать вместо того, чтобы изменять. Это правильно. Ну, композиция вместо наследования, но, опять же, важный принцип, потому что, когда наследование, особенно в Ruby, это, ну, такая довольно-таки опасная вещь, потому что, когда мы… Скажем, у нас есть какой-то предок, и там есть приватные методы, мы можем их изменить в наследники. И это, как бы, не очень хорошо. Таким образом, наследование стоит применять только в тех случаях, если вы как-то контролируете код и не делаете его слишком глубоким. Мне кажется, вот, может, один-два уровня наследования, но никак не больше. Ну, как бы, скорее только один. Ну, типа, как у нас есть какой-то базовый класс, и есть его предок, который делает какие-то базовые вещи. Ну, а все остальное стоит реализовывать именно с композицией. Дальше. Инверсия зависимости. Ну, опять же, это важно, но не так, как все, что выше, на мой взгляд. Потому что, ну, по сути, инверсия зависимости, она позволяет делать более гибкие и изолированные классы. Ну, то есть улучшает, по сути, RSRP. Ну, и Drive. То есть оно, это, как бы, с одной стороны, часто на первую очередь помещают, но я не считаю то, что это настолько важно. Иногда можно все-таки, короче, иногда проще продублировать код, чем неправильно его сделать в единственном числе. Потому что, если делали неправильно, то на эти две какие-то различные классы, и мы вместо того, чтобы, ну, пытались каким-то образом вынести их общий код и сделали какую-то там страшную абстракцию, которая через некоторое время уже перестала быть необходима, и это будет гораздо хуже и сложно поддерживать. То есть отсчет Drive, и там ему следование нужно, как бы, очень быть внимательным, чтобы исследовать ему там, где это не нужно. Так, ну вот просто иллюстрация линейности и линейности. Слева как раз-таки это то, про что я говорил. Ну, это просто фрагмент реального кода. Часть вещей я упустил, но все-таки это было. А, допустим, я потратил около шести часов, чтобы написать вот для этого вот ордера и вообще этого сохранения просто одну фабрику, которая, ну, позволяла это тестировать. Это было не самые лучшие часы в моей жизни, но как-то оно вот так было. То есть, видите, здесь у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, вот шесть, десять, вот именно там еще в предках этого контроллера есть before-фильтры. Ну, вот, то есть, только в этом контроллере, где на самом деле всего одно действие. Вот там вот шесть этих before-фильтров. Ну, а потом еще и в модели. Опять же, видите, там еще часть из них условная. Это вообще нечто. Вот. И, скажем, как мы стараемся делать сейчас. То есть, мы как-то выносим в отдельные сервисы, которые, по сути, следует делать все ли день. Там нет ни одного коллбэка, все происходит линейно. И еще вот важный метод – это intransaction. Ну, по сути, он может находить других классов, уровень астракции может быть, в принципе, больше. Это просто как бы иллюстрация уже того, ну, транзакционности. То есть, скажем, любой код, который где-то происходит изменение, мы засовываем в какой-то блок, который запускается внутри транзакции. И в случае чего делаем все, во-первых, изменения с соответственным знаком, допустим, чтобы они вызывали exception. И можем вызывать свои собственные exception в том случае, когда это необходимо. Ну, допустим, скажем, произошло какое-то изменение, либо чего-то там нет, скажем, и мы хотим вызвать свой собственный exception. Ну, где-то всего обозвал, скажем, special error. То есть, тут она не определена, она может быть определена где-то в другом месте. Просто иллюстрация. Ну, и затем идет обработка ошибок. Ну, опять же, здесь обработка ошибок простая. Можно представить, что там ошибки могут быть нескольких форматов. Скажем, в последнем проекте возникла необходимость в том, что одни и те же классы используются в различных местах, и везде там различный формат ошибок. Скажем, в одном месте, ну, там, скажем, сложная структура хэшов с массивами внутри, в другом просто как бы на ошибке в массиве. Здесь важны, как бы, не коды ошибок. То есть, там были важны коды ошибок, а здесь важны именно сообщения, ну, скажем, обычные админки. А коды ошибок важны для API. Вот. Следующее. Ну, вот, опять же, constraint на уровне баз данных. То есть, в предыдущих версиях Rails было два замечательных гема, которые позволяли делать нам vrnk. это гем vrnk. Он, собственно, позволял делать нам vrnk. Immigrant – это замечательный гем, который проставляет от всех существующих зависимостей, ну, существующих моделей. Скажем, у нас, скажем, есть юзер, он имеет много постов, он проставит vrnk между постами и юзерами. Ну, он просто позволяет это автоматизировать для, ну, как бы, уже существующего проекта, если вы не с нуля начинаете. Ну, опять же, если, как бы, у вас там нет ничего битого, тогда, ну, как бы, стоит написать миграцию, видимо, как-то, которая с тела убивает битые вещи, чтобы миграция прошла создание этой вещи. Так, ну, вот просто пример какой-то миграции, которая что-то делает. То есть, она уже, на самом деле, здесь не используется гем по Ragnar, это чистый, ну, чистые рельсы, последняя версия. То есть, у нас здесь поддерживается уже по Ragnar. Ну, вот видно то, что есть индекс. И, опять же, для того, чтобы, как известно, рельсы не все могут обратно откатить, и вот здесь мы пробиваем еще. Поэтому используем здесь reversible, делаем, и, собственно, вот пробиваем дополнительный constraint на то, чтобы у нас зим-код был, как бы, то есть лэнг зим-кода была ровно 5, потому что, ну, не знаю, лэнг зим-код должна быть только 5, если не должно быть 6-ти изначных зим-кодов. Просто таким образом достигаем каких-то, ну, проверки на невалидность на уровне базы данных. К тому же всегда может быть какое-то сохранение, ну, которое не запускает наши валидации. Вот, полиморфная ассоциация. Ну, на самом деле, полиморфная ассоциация это вообще антипаттерн. Вот советую, кстати, очень хорошая ссылка. Там про Ragnar тоже, не знаю, сколько говорится, но, в первую очередь, про баз данных. Замечательная презентация. И, помимо прочего, там они как-то различным образом изменяли, ну, просматривали полиморфные ассоциации как антипаттерн и искали пути его исправления. Там было представлено 3 пути. Но я считаю наиболее актуален до рельсов именно вот этот путь. Там два других было. Это использование множественного наследования. И, ну, то есть, в возрасте оно возможно. А второй был, так, сейчас вспомнюсь. Ну, ладно, потом, когда вспомню сам еще. Так, ну, вот, какие у нас минусы, приморно, остаться. Таким образом, мы сразу не можем использовать foreign key, и джойны получаются более сложными. То есть, вот, мы видим то, что здесь остается таблица comments. Ну, то есть, можно представить то, что другие таблицы тоже есть. У нас есть comment id. Comment, собственно, сам текст. Ну, isu type и isu id. То есть, вообще говоря, isu type, может быть, двух видов, это bugs и features. И так как у нас обоих из них может быть какие-то комментарии, вот до этого мы создали такую-то модельку. Ну, и как это можно исправить? Можно ввести, ну, как бы изменить, инвертировать именно ассоциации. Таким образом, мы получим bug comments, features comments. Ну, и просто... Я, по-моему, продублировал. А, ну, вот пример, собственно, того запроса, который будет. То есть, таким образом, мы можем здесь ввести нормальные foreign key, ну, а сами comments, они будут, как бы, отдельной моделью. Ну, собственно, и ID-шник этой модели будет находиться в bug comments и features comments. Таким образом, мы, ну, как бы, получили, опять же, целую с базы данных и избавились от полимортных ассоциаций. Вообще, их, как бы, не стоит использовать, как, ну, слишком часто. То есть, гораздо проще реализовать именно то есть, местополимортные ассоциации. Пусть у вас будут две разные модели, которые делают похожие вещи, но вы сможете легко вынести код на просто программное, чем пытаться делать возвращение на уровне базы данных. Ну, вообще, AntipiCord в этом плане, он не очень хороший паттерн, потому что иногда вместо программных каких-то вещей склоняет к тому, чтобы делать вещи на уровне базы данных, которые не очень хороши на уровне базы данных. Ну, займены хелпером здесь все просто. Не знаю, гемдрайпер, либо используйте, как раз пишите, собственно, классик и делегируйте те действия, которые вам нужны. Мне кажется, второй уходит больше, контроль позволяет, но, с другой стороны, тут как-то меньше магии. Ну, когда, думаю, по-разному. Иногда можно использовать одно, иногда можно использовать другое. В принципе, второй метод, наверное, предпочтительнее, потому что позволяет именно лучше следить за тем, какие именно методы делегируются. Абьюхи, где они используются? Так, миксины, ну, об этом я уже несколько говорил, они, во-первых, царяют, ну, то есть, во-первых, когда я говорю об этом контексте, миксины, это просто, мы их импульсим внутри классов, то есть, это не значит, что, скажем, можно использовать миксин, как просто класс, который не имеет, скажем, экземпляров. почему, собственно, нет, это нормально, для этого используйте миксин, потому что нам не нужна вот эта логика, которая представляет объект класса класса, вот, то есть, они засоряют интерфейс объектов, ну, то есть, если метод находится внутри миксина, мы его инкудим, ну, либо экстендим, в любом случае засоряем интерфейс, дальше содержимое, ну, опять же, дикмиксинов, оно неявное, непонятно, что там вообще происходит, то есть, может, как-то хитрая логика происходить, а мы даже этого не видим, это очень плохо, особенно, когда какие-нибудь колбэки, опять же, выносят внутри миксина, как-то инкудят все это внутренних моделей, таким образом, типа, избавляют от дублированности, но это, оно того не стоит, проще, как бы, написать два раза даже, пусть будет плохо написано, два раза написано, но вот, чтобы не было такого ужаса, так, вот скрытие это не равняется упрощению, опять же, иногда и без них не обойтись, потому что, ну, скажем, когда какие-то вещи, ну, стандартная реализация act as какого-нибудь, ну, act as что-то, то есть, там же, в любом случае, мы используем миксин, который мы кладем его куда-то, и таким образом, мы получаем, ну, опять же, пишем метод там, act as что-то, который, собственно, включает функциональность этого миксина, так, до этого, этот миксин добавляет только один метод, ну, опять же, act as нечто, вот, опять же, то, о чем я говорил, единственный полезный callback, на мой взгляд, ну, его можно как-то по-другому написать, но, не знаю, тут довольно-таки маленькое количество логики, и я написал его вот так, то есть, здесь просто, вместо того, чтобы писать callback на author commit, какой-то отдельной модели, я добавил функциональность, которая, добавляет author commit, по сути, массив блоков, и затем уже author commit, здесь вешается callback, он запускает эти блоки, и после этого удаляет их, вот, и все, ну, то есть, опять же, вместо блока можно запустить, скажем, метод без параметров, ну, опять же, массив метод, можно туда передать, вот, здесь есть метод, author commit, так, нет, это author commit, метод, и массив методов просто, он передается, и мы запускаем все эти методы, которые нужно делать, ну, там дальше идет, как бы, как оно реализуется, то есть, вот мы можем делать, author commit метод, допустим, publish, и, скажем, на запусте метод у ордера, publish именно после коммита, когда это необходимо, вот, как раз таки, это вот, физика той вещи, когда у нас возникало, что шли запросы, получалось 4-4, потому что транзакция не завершалась, вот, ну, про сервис-наргеттуру я уже говорил, какие ее плюсы, в том, что, ну, она позволяет, во-первых, гарантированный способ влиять с таким принципом, как SRP, ну, SRP, конечно, здесь натянута, сказано, но SRP на уровне сервиса, можно себе представить, если ему следовать, ну, вот, опять же, очень важно, это именно open closet, это, конечно, оно решает, как бы, почти что полностью, но, опять же, инверсия зависимости, но она получается автоматическим образом, ну, и composition over inheritance, это получается просто потому, что, как бы, не так часто ты будешь копаться в отдельном сервисе, чтобы, если тебе нужно что-то изменить, гораздо больше ты будешь стремиться, потому что, как-то, композицией используют один, может быть, другой сервис, чтобы получить то, что тебе нужно, также позволяет специализировать сервисы, используя технологии, которые лучше подходят до определенных задач, ну, то есть рельсы, они хороши в следующем, это хороший синхронный framework, который, мы получаем запрос, он обрабатывается, и после этого получаем ответ, у нас есть база данных, незачем, как бы, их слишком усложнять, эти рельсы, то есть, это гибкая, конечно, система, но не стоит доупотреблять гибкость, даже если хотим использовать, например, Ruby, для синхронности, скажем, машины, например, ну, либо какое-то там решение на базе celluloid, то это стоит делать в отдельном сервисе, ну, либо, скажем, наиболее частый вариант использовать ноты, дать синхронность, ну, это как бы common pattern, ну, он имеет плюсы, имеет минусы, ну, можно, скажем, использовать что-то более экзотичное, например, R-Lang, минусы, опять же, сложность тестирования, это на самом деле, вот, тестировать сервисную архитектуру, это очень нетривиальная задача, тут, ну, тут нужно думать и думать, как это по-хорошему сделать, в общем смысле, мне кажется, все кейсы, а тестировать крайне-крайне сложно, тут пусть это должен быть какой-то отдельный, по сути, сервис, который, во-первых, он должен запустить все это, все сервисы, которые есть внутри проекта, и запускать какие-то, то есть, отдельные именно сервисы, для тестирования сервиса, только так, то есть, ну, опять же, какая-то должна быть запуска всей именно этой трактуре, ну, есть некоторые вещи, которые позволяют делать частности, например, мы заюзали такое решение, как называется, госинспектор, оно позволяет тестировать, ну, у нас, скажем, есть, то есть, в нашем проекте, у нас есть интернет-магазины, ну, это внешние какие-то сервисы, они отправляют заказы, мы принимаем заказы, и делаем быструю доставку, так вот, то есть, мы вообще никаким образом не контролируем вот эти внешние магазины, ну, чтобы каким-то образом реализовать тестирование, мы заюзали внешний сервис, который, по сути, записывает действия браузера, то есть, мы там что-то кликаем, и, конечно, они записываются дальше в определенных шагах, можно изменять, там есть программный доступ туда, но главное то, что первоначальный скриптик, который, именно с селекторами и так далее, он получается именно действиями браузера, то есть действиями человека, ну, а потом, естественно, все это можно редактировать, таким образом, мы очень сильно упрощаем визуальное тестирование, но, опять же, из коробки получаем тестирование различных сервисов, скажем, у нас есть сервис, который дает определенные нотификации, и можем, и вот, опять же, интернет-магазины, сервис нотификаций, и основной сервис рельсов, можем создать заказ в интернет-магазине, дальше зайти в рельс, проверить, создался ли он там, после этого посмотреть, как бы, что там с нотификациями, пришли ли они, и, опять же, получить, типа, success, но, опять же, штука, она очень классная, записывает еще и видео, того, что происходит, и позволяет легко, опять же, дебажить, а еще на каждый шаг делает скриншот, и таким образом, мы можем, там осуществляется проверка, не только по определенным селекторам, которые мы создатели указали, а еще и по скриншоту, то есть, скажем, у нас, мы даже не указали какую-то вещь, но при этом, у нас, скажем, поменялось выражение, мы уже сразу получили сообщение об ошибке, но, опять же, если у нас просто менял сверстка, там можно нажать, типа, окей, это нужно, типа, все хорошо, и тогда, типа, тест пойдет дальше. Так, ну, вот, сложный переход с работы над разными сервисами, ну, да, получается, у нас разные сервисы могут быть написаны на разных языках, и тут, как бы, не так просто переключиться с работой с одним сервисом на другой сервис, но, опять же, вот эта сложность имеет и плюсы, просто потому, что человек, который в каком-то месте менее, ну, как бы, разбирается, он просто лучше подойдет и спросит, чем будет, как бы, сам пытаться лезть и вставлять какие-то свои хаки, чтобы там что-то изменить. Это, как бы, этот подход, мне кажется, наиболее верный, то есть, иногда нет кривей, лучше решать солью, чем сахаром. Вот, ну, как бы, это сервисная архитектура, то есть, нашего проекта, так, у нас есть основной сервис, это Rails, он связывается через RabbitMQ с Engine, Engine отвечает за поиск именно заказов, то есть, что вообще за сервис, который мы реализовываем, это система экстренной доставки товаров, то есть, у нас есть какой-то товар, он создается, вот, первоначально в интернет-магазине, вот это EM-сервер, это сервер интернет-магазина имеется в виду, таким образом, он создался там, скажем, пользователь выбрал, потом идет запрос, сначала создается в этом интернет-магазине, потом идет запрос к нам, после этого заказ создается, если все окей, мы его подтверждаем, после этого запускается сервис, который ищет именно наиболее подходящих курьеров, которые могут доставить этот заказ, после того, как он нашел, ну, он оповещает об этом мобильное приложение, ну, это, скажем, то, что находится непосредственно у курьера, он как бы видит то, что происходит, и различные курьеры могут куда-то тыкнуть, и таким образом выбрать заказ, потому что они, скажем, его доставлять, затем это, об этом все обещаются рельсы, но опять же, чтобы видеть функциональность этих заказов, которые работают, у нас есть еще и фидер, который позволяет, по сути, асинкронично для того, чтобы видеть, какие товары, какие заказы доступны для определенных курьеров, ну, только в веб-клиенте, а не в мобильном приложении, вот, для этого есть фидер, кроме того, у нас, ну, непосредственный пользователь, он не видит, то есть, он видит наш виджет, это, ну, просто джесная, как бы, отечка, которая показывает, не показывает определенные статусы, скажем, мы вводим только внутри МКАД, и нужно показать то, что, если он ввел какой-то адрес, мы должны показать ему внутри МКАД, или если не внутри МКАД, тогда мы должны вывести ему ошибку, это отвечает виджет, ну, и опять же, все нотификации у нас проходят, ну, в идеале, на самом деле, скорее всего, потом перевести большее количество процессов через этот логгер-нотификатор, ну, и затем, наверное, они будут вынесены в два отдельных приложения, то есть, у нас есть бизнес-логи, то есть, ну, необычная логика, именно бизнес, скажем, потому что заказ заменил статус, либо, допустим, заказ поступил курьеру, и так далее, всем этом трейсы информируют логгер-нотификатор, и он уже логирует, ну, и опять же, выбирать, кому посылать, а кому не посылать, за это он отвечает. Ну, большинство связей через HTTP, ну, почти все синхронно, ну, то есть, синхронные связи между рельсами и другими сервисами, но синхронные связи между другими сервисами и рельсами, то есть, на вход они, рельсы синхронные, на выходах, в основном, асинхронные. Так, ну, и вот выводы, собственно, магия часто усложняет жизнь, ну, то есть, лишняя магия, ну, когда, скажем, мы поставим какой-то гем, который делает какой-то там, реализует какой-то engine, и он, скажем, будет нам решать какие-то вещи, с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, это не через, не знаю, через два месяца, скорее всего, упретесь в том, что гораздо проще это было делать самому, самим, и это будет лучше и гибче. Дальше, важно использовать, возможно, из всех используем инструмент, в том числе баз данных, то есть, зачастую, пренебрегая констрейнт на уровне баз данных, это, ну, как бы, довольно-таки плохо, потому что, как бы, баз данных это отдельный слой, нельзя про него забывать никогда, но тоже касается и других слоев, ну, например, клиент, можно делать более толстый клиент и писать в контроллерах только опишку, это, мне кажется, наиболее правильный, гибкий, ну, способ написания интерфейса, но, опять же, это усложняет написание его, и, допустим, в админках, в этом нет необходимости, дальше, строгость важнее, гибкость, ну, об этом я тоже говорил, то есть, касается различных приморных ассоциаций, ну, и прочих вещей, то есть, гораздо важнее, чтобы это было строго и не часто изменялось, опять же, было контролируемо, дальше, стоит снизить использование неявных инструментов в коде проекта, ну, об этом уже было сказано, ну, и цельный проект не гарантирует соблюдение принципов open-closed-principle и composition over-inheritance. Для гарантии их соблюдения стоит уносить как бы различные функции проекта в отдельные сервисы. Все. Вопросы?